Всех приветствую! Сегодня на Авито вот сторговал вот такой прекрасный моторчик Тур-2. Ну видно, что мало хоженый. Декабрь 80-го, 40 лет ему. Ну судя по проводам, мало-мало хоженый. Тут придется разбирать педаль, потому как вот я сейчас на УМ и поставил. Так она регулирует плавно, как мы видим, плавно, но тут пластина, кто открывал знает, там пластина напрямую. Делает. А вот тут отсутствует. Напрямую не работает она. Ну а реостаты рабочие. Но это я сейчас открою, посмотрю, что-то там не коротит. Потому как я ее проверял, нету полных оборотов. Сейчас я вот продемонстрирую, как работает мотор. Ну и покажу, кто не видел, как разбирается. Тут все легко и просто, как педаль разбирается. Вот так он работает. Вот сразу начинаются малые. Все. Средние. Малые и средние. Самых больших нету. Потому как что-то с пластиной. Или она выгнулась. Ну, сейчас вскрытие покажет, как говорится. Разбирается педалька легко. Здесь вот есть стопорный винт. Его откручиваем. Он держит ось. На который крепится крышечка. И открываем. Так. Так. Что-то я... Что-то я не понял. А, она перевернутая была. Вот так. Ага. Тут все прекрасно. Смотрим. Вот эта пластина. Она при нажатии должна замыкать вот эти пластины. То есть, реостаты выключаются из работы. И идет напрямую. Питание идет напрямую. Но я вот сейчас выгну их. Они, вероятнее всего, не доставали. Выгнул их максимально. Все. Сейчас. Вот так вот я подогну. Сейчас соберу и попробую. А более тут ничего. Тут видно, что... Видно внутри. Сейчас я приближение дам. Тут... Ничего не пригоревшее. Ну так чуть-чуть. Здесь... Все отлично. Можно даже замерить сопротивление. Должно быть одинаковое сопротивление. Сейчас я замерю. Ну вот левый реостат я давлю. Вот. Очень плавно меняется сопротивление. И правый реостат точно так же замеряем. Вот точно так же он работает. Все. Все в отличном состоянии. Прежде чем подключить, смотрим регулировочку. Так. Вот она пошла. Низкие, средние. Давим дальше. Все. Вот она перемкнула. Все. Как я и говорил, вот этого не было. При вот этом нажатии выключаются реостаты полностью. Питание идет напрямую на мотор. Минуя реостаты. Все. Далее. Проверю. Проверю. Проверяем. На практике. Малые. Средние. И максимальные. Все. Были только малые. Было вот так. И все. Вот этих не было. Тут. Я вот почему-то только сейчас заметил. Отсутствие. Кронштейна. Думаю, что-то не хватает. Надо было. Отсутствует. Вот такой кронштейн. Это мой. У меня есть, в принципе, вот такой. Это вот уже на более поздних стали ставить. Это какого года? Это 90-го года. А это 80-го. Тут экономия. Тут видите. Одного винта нет. Я не знаю, какая-то копеечная экономия. И что? Ну, на одном винте. Вот. Держится. Но. У меня-то. На двух винтах. Ну, ладно. Беленькую сделаю. Сейчас я для нее вот эти вот вкладышки. И вот такой винт подберу. Можно было скидку потребовать. Но. Что наглеть? Мне и так в два раза скинули. Куда еще дешевле. Остается скомплектовать. Это отсюда возьму. Что-то мне искать. Пускай будет черное. Вот так. Так. И... Не понял. Ну что, я неправильно сделал, что ли? Так. Нет, не так. И не так. А, на другую сторону я приляпал их. Все понятно. Так. Это сюда. Это сюда. Все скомплектовал. Впрочем, зря прикручивал кронштейн. Это я винт подбирал покороче нашел. Но держит точно так же, как и штатный. Вон, чуть-чуть, короче. Миллиметров на несколько. Так. Тут пломба стоит. Движок не разбирался. Вот она пломбочка. Пластилин типа. Так. Откручиваем. Четыре... Пластилин. Четыре винта. Так. Два. Три. Четыре. О! Восьмидесятый год. Как мы видим. Олимпиада московская. Это как будто было в другой жизни. Так. Теперь. Вот так. Переворачиваем. Оп. И вот он. Движок во всей красе. Что мы видим тут? Ну, вот это. Вот это вот. Это втулочки. Тут не подшипники. Это не МШ. Тут втулочки. Так сказать. Подшипники скольжения. Так их назовем. Так. Смотрим. А что мы смотрим? По щеткам. Щетки. Вот они. Так. Что она там за стояла? Щеточка. Хочу посмотреть. Действительно ли... Мало работали. Ага. А что это? Да. Вот. Ну, выработка процентов 20 может быть. Так даже меньше. Кого? Чуть-чуть. Она чуть-чуть длиннее. Щетка. Новая. Так. Тут надо щеткой держать. Или чуть-чуть. Вот так вот. Чтоб она щетка в нем двигалась свободно. Вот так вот. Была поджата. Это не есть хорошо. Так. Теперь ставим ее... Ставим ее на место. Эту щетку. Сейчас я вторую посмотрю. Проверю. Думаю, это сам нету. Что тоже там все хорошо со второй щеткой. Так. Все. Что у нас со второй? Смотрим. Так. Ага. Ну, думается мне, что тоже все хорошо с ним. Да. Нормальная щеточка. Оп. Ну, все. Остается почистить коллектор. Он тут, как мы видим, но... Работала. Работала машинка. Мотор поработал. Видите, весь черный. Сейчас надо сделать, Чтоб он был... Желтый. Все этот графит надо удалить по возможности. Пока чернеть не перестанет. Латная палочка. Еще. Искрить не будет. Ну, все, наверное. Так. Ну, еще одну. Еще одну. Сейчас спиртиком промою втулки. Ну, вот эти подшипнички. И по капельке масла. И все. И... Имеем... Практически новый движок. Остается в обратной последовательности. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Закручиваем. Крест-накрест. Ну, и так далее. Протер спиртиком. Сколько у меня сейчас есть свободный электропривод. У меня они надолго не задерживаются. Ну, пока я его ставить никуда не буду. Потому как мне надо довести до ума вот эту машину. Она у меня уже месяца полтора. Мне человек ее попросил сделать. Мой знакомый хороший. У него в сапу... В мастерской в сапожной стоит. Там мало какие-нибудь сумки там. Я ему отдал свою. Поэтому он и не торопится. Я ему дал 22-ю. Хорошая у меня вот обзор. По ней был с текстильным, с кем-челночным. И вот эту надо ему до ума довести. Сейчас я уже привод поставлю. Но тут что-то с челночным. Завтра я буду ремонтировать. И покажу. Тут либо это разбирать, шлифовать. Либо заменить. Скорее всего под замену. Ну, посмотрю как там оно. Ладно, все. Моторчик прекрасный. Состояние нового. Ладно, до свидания.